Александр Анатольевич Бодров, главный тренер футбольного клуба в Подоле. Ваши первые впечатления от матча? В своем интервью у меня спросили, какой вы считаете одной из команд. Я назвал это факел. Но факел я назвал еще когда мы с ним встречались в первом пункте. Поэтому мое мнение не изменилось. Команда у вас хорошая. Наверное, задачи у вас высокие. Что касается сегодня, мужчина улыбнулся. Задачи высокие. Просто они неправильно, может быть, выполняются где-то. Но я думаю, что вы поправите на то, как у вас есть руководитель. И у вас и традиции хорошие играли в первой линии. Тогда и в высшей линии, когда был СССР. Факер Воронежский достаточно хороший. И зрители, наверное, это помнят. Те, которые приходят на трибуны болельщики. Что касается сегодняшнего, я должен вам сказать, что мы приехали не в боевом составе. Это ничуть не оправдывает и не унижает вашу команду. Скорее всего, это наши проблемы. Потому что в игре с Пензой были выделены два игрока. Ну, как бы расценивает там комитет, что это было не по делу. В общем-то, но этого не вернут. И красные карточки, они, в общем-то, заставляют пропускать эту игру. Не в боевом составе. Но, с другой стороны, проверить молодых в последней игре. Потому что, как шутка такая есть, футболисту нужно проявить себя в начале самого, да, чтобы взяли в комозду и в конце, чтобы его не очислили. Это шутка такая, но она имеет под себе, в общем-то, какие-то корни. Поэтому, я думаю, что сегодня старались, ну, футболисты, но, к сожалению, я уже говорил, что футбол – это не только беготняк. Старались, да, двигались по жаре, там, многие себе хотели проявить. Но, играть в футбол, в общем-то, это достаточно сложно. В общем-то, и просто, но сложно. Вся гениальность этой простоте. Вот. Я думаю, что сегодняшний матч, если бы, вот, не аж, ну, судья сегодня судил хорошо. Никогда не ходил, а уже в последнее время не касаясь судейства. Вот. Но, я думаю, что пенальт, смысл ему давать, команда переиграла бы нас по большому счету. Ну, в частую. Она и владела инициативой, она держала мяч, она достаточно хорошая. Хорошие были проникающие передачи, думаю, ну, атаки такие. Ну, видно, что команда сильнее и по уровню, и по футболистам, прежде всего. Поэтому судья там, может быть, ну, как рука, может, и была, но она, как бы, действия… Я не хочу сейчас, в общем-то, обсуждать, но я думаю, что компетентность этого есть. Вот. То, что судил хорошо, мы не ошибался в таких особых неделах. Посмотрите, и так много жёлтых не было, как бы, это вот самое главное, тяжёл нить. Мы старались. Кто из вашей команды понравился? Ну, понравился. Седьмой номер, тот, который у вас играл впереди. Я приводил пример нашим молодым ребятам. У нас молодые ребята. Я говорю, практически за все 90 минут он не сделал ни одной передачи противной. Мало того, что сын работает в борьбе с центральными защитниками, он умудрился принимать его мяч, обрабатывать там, делать разумные какие-то ходы, проникающие передачи мячом в нашу штрафную. В общем, это достаточно хороший игрок. Ну, я сейчас фамильную ему не скажу. Салин. Салин, да, так точно. Вот, ну, наверное, он пример лиги был. Так же, по игре видно, что… А? Ну, у нас почти все были. Ну, поэтому у вас и команда хорошая. Я думаю, с нашим, допустим, бюджетом она не сравнится. И с нашим районом. У вас город, у нас район. И мало того, что на Москва еще отобрало вообще там, думаете, было 13 округов района в Подольском районе. Сейчас 4 осталось. Вообще все хорошо. Хорошо, что мы еще оставили свой стадион, который, в общем-то, и строили у нас тоже хороший стадион. В плане качества полей будет такой аккуратный, да, что он не сравнится вам на вас. Значит, мы стадион очень большой, шикарный. Ну, у вас и задачи, в общем-то, глобальные, да. Я, как бы, вот так вот. И я могу только пожелать вам дальнейшего процветания, удачи. И хочу, чтобы фракел, в общем-то, достиг и только первой лиги, потому что они там были. А, в общем-то, вернулся в ту лигу, в которой он уже был. Ну, в Союзе он был. В СССР он был. В СССР он был. В СССР он был. И в большей лиге сейчас не прошел, к примеру, люди выйти. Тем более у вас все есть, опять. Хорошая команда, хорошие болельщики. Внимание достаточно хорошее. У меня, как бы, вот так вот все. Так, коллеги, продолжаем нашу после матча в пресс-инференцию. Александр Иванович Корешков, главный тренер Фатева. Хорошо вам знакомый вашему вниманию. Александр Иванович, ну, традиционный стартовый какие-то слова о матче? Ну, последняя игра дома. После, в общем, так, мягко говоря, неудачной игры. В Иксе хотелось, в общем-то, так, закончить. Показать хорошую форму, потому что он... Получился, в плане реализации, могли больше забить от акций. На всех линиях достаточно верно. Федерали контролируют ход игры. Надеюсь, хорошие результаты, могли еще больше забить. Фильм излетает. Пожалуйста, вопросы. Александр Иванович, наверное, о сегодняшнем матче нет смысла говорить. И, понятно все, и так, если вернулся на 10 лет назад, вот, и если бы вы представляли себе вот наши реалии, с которыми вы здесь столкнулись, если бы вы знали бы все это, что вас ожидает, я не о футболе, чисто говорю, вообще вокруг. Что бы вы меняли в своем отношении, ну, а вообще вот, что бы вы изменили, если отмотать назад? Ну, в принципе, так, для меня, у вас проблема не новость, как правильно, но, как сказать, что он придет и как-то пытается исправить эти проблемы. Но, к сожалению, не получилось, и, в общем-то, закончилось все, как закончится. Почему не получилось все? В чем все-таки ударить? Так, я сейчас на спресс-конференции, после игры, сейчас мы не будем проблем обсуждать, какие были вместе, если вы там будете знать, попозже можно все-таки подробно. Сейчас это тоже надо время какое-то, в смысле подумать, как сказать правильно, чтобы никого не обидеть. Вы сейчас, в ближайшие дни, что, домой едите или остаетесь ожидать каких-то решений, чтобы дальше было? Решение просто, у меня в контракте было решить задачу. Я ее не решил, я пытался до конца, как говорится, просто честно отработать, насколько-то у меня могло получиться. Контракт у меня закончился, я не выполнил задачу, поэтому я скинулся. То есть с теровым сердцем, да? Ну, узнать, я скажу так, чтобы не отдаваться в детали, я все время, сначала, как говорится, с первой встречи, я жил так, мечтой сделать факел хорошей команды и быстро, там, придется, и поработать, там, в такой период времени, вывести ФНЛ. И вторая мысль была, как можно быстрее их одному. Вот эти мысли абсолютно так, чередовались на протяжении всей работы, которая здесь находилась с природным. Я пытался это не показывать, как говорится, но перед ребятом, что так, он начинает видеть, что это какие-то проблемы. Не при мне, нет проблем, их не было проблем. У меня такое двойковое состояние было все равно. Хотелось остаться, сделать воронежную команду и второе, тут же параллельно возникало, как можно быстрее ехать домой. Ну, если бы вы остались после решения задачи, первая и вторая задача нереально была? Даже если бы я, грубо говоря, там, не подумал. Как, в какие сроки вообще будет принято решение о вашей дальнейшей работе? Да я сказал бы. То есть, все уже, в любом случае. Уже. Закончился контракт, здесь прописано, что я должен решить задачу выхода формирования. Я ее не решил и не собираюсь вообще тут отходить. Давайте подписывать контракт. Со мной все понятно. Ну, Евгений Михайлович, это Москва, по служебным делам тоже, насколько я знаю, что там решаются какие-то вопросы, перспективы. Клуб, сейчас вот встречи, на днях, сейчас стоят, там, потому что, ребят, есть контракты, допустим, год, плюс год. Надо знать свою дальнейшую судьбу, планировать какой-то короткий период. Если там, допустим, я бы сказал, стоил, там, я дал до 7 дня, да. Хотя, может, там и другой тренинг, скажешь, на следующий день как-то тренироваться, там, приготовиться уже. Ну, то есть, сейчас команда распускается или что здесь будет? Им не делать это ко мне, потому что все равно я и команда тренера, и до конца хочу, чтобы все было. Ну, просто так повод сложилось, что Евгений Михайлович в Москве по делам там своим и связанным с клубом. И сейчас он информацию дать. Встреча была на завтра запланирована. Встречалась с командой. Ну, это вот, допустим, после авторизации. На шестой число спонесли их. Ну, человек служебный какие-то из дела, он ж не только будет, не согласен. Ну, вот сегодня я был на игре даже в Москве находится. Все, я был прятен. Субтитры подогнал «Симон»